Вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. Замечательно. А почему я должен какие-то объяснения давать, если я не знаю, кто на меня заявил по поводу чего? А какая разница? Как это, какая разница? Что, на заседание пустите? А что вы эти заклеили-то окна? Свет мешает? Спать? Женщины? Интимная остановка бывает? Знаешь, не замечал. Знаешь, хорошо себя ведете. Бегание трубку не берут. А вот что это у вас там? Передресация настроена? Все, нет масочного режима. Как вы хотите жить? В здоровом теле или в больном? Софтоман, изо, виксу, раб. Ключевое слово раб. У вас такие говорящие глаза, вот можете даже ничего не говорить, и так все не понятно. Уже, наверное, это, пятки блестят, которые думают, что они работают, а не служат под погонами. Горящие глаза. Сразу видно, человек стоит. Трубку взяли и сбросили тоже. Потому что глаза горящие. Я так рад, что живой человек появился. Ну что, 20 звонков сделал, никто трубку не берет. А я знаю, почему мы окна заклеили. Сразу появились какие-то заклейки. У меня три вопроса. Заседание, ознакомиться с материалами дела. С консиллярием? Да. А я туда звоню, трубку не берут. Да вообще никак не работает. Правосудие РФ опять закрыто. Судью из процесса вытащить. У меня впервые полицейский говорит, пойдем выйдем на улицу. У вас должна быть повестка, чтобы обратить. Все, я думаю, конфликт исчерпан. На 9 часов утра сегодня заседание. Преступление – это просто такая вещь. В следующий раз что, ОМОН вызовут что ли? Или что? Или спецназ? Или с десантами? Наша самая главная задача – защита жизни, здоровья. Пойдем, я сейчас все объясню. Вот там как раз про Виктора. Как меня 6 дней назад пытались сдать письковушку. Ну, не просто сдать, а еще прокатить по статье 6.9. Это употребление наркоты. Доставим в отдел политики. С чего? Я что-то нарушал. Витя, дай мне закончить. Благодарствую за службу. У нас так и работают суды втихаря. Правосудие РФ закрыто. Вот так это называется. Здравствуйте. Что, на заседание пустите? За сколько у вас? 9. Поездки? Ну, нет, не было поездки. Кому? Это Амельченко. 405-й. Как фамилия у вас? Фамилия персоны – Булгак. Да есть, конечно. Давайте я пройду. Как перезвонит? А? Перезвонит. Здравствуйте, Герасимов. А что вы эти заклеили-то окна? Свет мешает? Спать? Нет, там за что у нас ханницы. Что? Женщины? Ну, ханницы ведь. А у вас что-то… Там… Опасаетесь… Интимная остановка бывает? Нет, они переодеваются. А, ясно. Стриптиз показывает. Только недавно начали переодеваться? Раньше уже не заклеивали плохо? Да, они не переодевают. Время идет, да? Здравствуйте. Масочку одевайте, пожалуйста. Так мы же еще не заходим. Масочку одеваем, пожалуйста, граждане. Мы же еще не заходим. Обязательно одевайте масочку. А кто сказал? Вы в здание зашли, правильно же? Отдевайте масочку. А кто сказал, что мы еще не прошли же? Это ваше требование? Прошли, не прошли. Воздание. Подостоверение предъявите. Будьте так любезны. Под принуждением подводишь ответственность. Я сказал, что не пропускать сегодня заседания у вас нет. Как-то нет. Звоните, взванивайтесь. Какой номер? 7, 7, 8, 3, 2, 3. 7, 7, 8, 3, 2, 3, да? Да. Федь, куда? Я тебя раньше не видел. Мой, я всегда здесь. На больнице? Ну, смысл, кто, знаешь, не замечал. Значит, хорошо себя ведете. Не замечал. Так они и трубку не берут. Ну, я тут уж планирую. 7, 8, 3, 2, 3, правильно? Ну, может, отошла. У них там такая фишка, короче. У них хрен дозвонишься? Бывает, отбой идут. Бывает, трубку берут, молчат. Бывает, попадаю на автостоянку. Ремонт автозапчастей. Да, даже ги, наверное, кто-то писали на звание. А вот что это у вас там? Переадресация настроена? Не знаю. Что там, этот, масочный режим когда снимут? Не знаю. Комарова. А при чем тут Комарова? Вам были все. Так она, она ничего не вводила. Она же роспись-то не поставила. Ну, как, не знаю. Посмотрите. Ну, как? А как вам скажут и все, что ли? Кто-то скажет. Да? Так давайте я скажу. В чем проблема? Или вы сами скажите. И все. Практика. Какая практика? Давайте вот на сколько тут? 5, 6, 7 человек. Давайте все вместе скажем. Мы конечно. Да. Все, нет масочного режима. А когда я не был, я не был. А вы вот этим антисептиком пользуетесь? Да, вам дайте. Да? Да. Нет. Я травиться не хочу. Подожди. Я травиться не хочу. Да я уже смотрел. Там Адыбах есть. Это токсин вызывает мутацию. Почитайте в интернете. И рак тоже вызывает. Это, слушай, мужики, пузырь. Просто самый дешевый. Тупите. Конечно. Вы попробуйте. Не, не, не. Вы попробуйте. Ну, там токсин есть. Адыбах. Да. Она везде все осталась. Не везде. Я не вижу вообще. Мы по всему. И травомовки. Не, не, не. Ну, это понятно. Вот рамка у вас стоит. Тоже облучает. Вопрос в том, к чему, как вы хотите жить? В здоровом теле или в больном? Я вот хочу в здоровом теле жить. И травиться токсинами не хочу. Здесь даже состава нет. Там даже состав. Почему? Где-то... Нет, нету, Антон. Нету. Уже нельзя использовать. Повышение. Можно? Я же смотрел в прошлый раз на видео. Не знаю. Может, поменяли уже антисептик? А если состав не пишут, тогда тем более нельзя пользоваться. Нет. 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 Ну, они, наверное, как это, как фамилию Булгакова услышали персоны? Все. Исчезли. Все может быть. У вас такие говорящие глаза, вот можете даже ничего не говорить. И так все непонятно. Может, телефон свой забыл там, да? Да ты чего? Они уже эвакуировались. Уже, наверное, это, пятки блестят. Да, ну, как он название? Это волшебство. А кто сказал, секретарь или судья? Секретарь? У нас ходило с ней, она скажет. Так давайте я тоже схожу. Пускай мне в глаза скажет. Никого не пропускают. А почему? А почему? У меня заседание же. Как мне защищаться? Заседаний никаких нет. Как-то нет. Никого не пропускают. Никого там не пропускают. Я же говорю, глаза горят вообще. Да. То Герасимов что-то все время высказывает, высказывает. Шутить нельзя. Герасимов жизнь. Здравствуйте. Как зовут Андрей? Александр. А можно пригласить дежурного участкового? Участкового? Да. Полиции. Ну да, у вас вот этот дежурный участковый есть. В прошлый раз он приходил. Да нет. Они приезжают, дружи к обеду. Сегодня его нет? Дружи к обеду и не приезжают. А этого администратора суда можно пригласить? Кто у вас отвечает? На больничном? Ее же кто-то замещает. Что значит прячься? Как это суд без администратора суда? Да что, пригласите кого-нибудь. Пускай бумагу выдадут, что заседания нет, все. Пускай секретарь вживую скажет хотя бы. Не, не, бумагу бумагу не надо. Сами акт составим. 339, да? 359. 778, 359. Это кто? Ну, по ихними участку. Видео не смотрели на канале Сруйднадзор? Ваши видео все смотрят. Да? Благодарствую. Правда нет у меня ВКонтакте. Так бывает. Нет, на Ютубе. На Ютубе нет. Нет, так просто скидывать ссылку. Наверное видели, да? Как ведут себя некоторые ваши сослуживцы, которые думают, что они работают, а не служат. Под погонами. Да не надо ничего. Горящие глаза. Сразу видно, человек стоит. Ну, для себя чисто. Не это... Не, не серьезно. Для своих глаз. Правосудие РФ. Закрыто. Вот так это называется. Трубку взяли и сбросили тут же. Надоело им слушать гудки. Это вот награды из Чечни, что ли, да? Да, за службу на Кавказе. И из... А вы как судебные приставы, что, служили, что ли, на Кавказе? Нет, я... А, до этого? А, до этого. А. А почему не на форменной одежде судебных приставов присутствуют? Это же не по форме. Это же пожаловаться можно. Нет. Никто не будет, потому что глаза горячие. Я так рад, что живой человек появился среди этого. Ну что, 20 звонков сделал. Никто трубку не берет. А я знаю, почему мы окна заклеили. Почему? А это случилось после того, как я Кильжанова там заснял на видео, как он сидел без маски на рабочем месте. Ну, сколько помню, это уже не Герасимов. Ой, не Герасимов этот, Кильжанов. Я понял, я оправился на него. Да. Это давнейка уже не витринная, ну, цвета, наверное. Слушайте, я сюда уже три года хожу. Как только Кильжанов попался без маски на рабочем месте, сразу появились какие-то заклейки. Что это? Что с вами сказал? Есть, да? Так что, никто трубки не берет. Я уже все телефоны обзвонил. Пригласите кого-нибудь, секретаря или еще кого-нибудь. Секретаря пригласите. Ну да. Или мне дайте пройти, я там поговорю. Пускай выпишут бумагу, что нету ничего. Вон Герасимов сидит. Перед руками я там не лазил. Андрюха. А он же инструкцию раз. Проводил. Андрюха, Герасимов там сидит. Ты никуда направляешь свою, понимаете? Да, в черт герасимов. Не отвлекай хорошего человека. Да я... Что вы паритесь? Обменяйтесь контактами. Чем можем, тем поможем. Я знаю, что делать. Сейчас ждем. Ну что, Александр, выйдет кто-нибудь? Вот же к людям. Выходит секретарь? Ну так это канцелярия. Ну так а мне и в канцелярию надо? У меня три вопроса. Заседание, ознакомиться с материалами дела. Канцелярия вам? Да. Канцелярия вам номер не задавал. Давайте. 78-336. Кто гражданин? Ты что ли? Гражданин. Надо работать. А где ты гражданинов? Трупы что не берут. Где ты гражданинов увидел? Любой, кто звонит, трупы заберут. Здравствуйте. Это какой студентный участок? Шестой. Шестой. Девушка, у меня заседание, я хочу пройти. Будьте добры, спуститесь. Я канцелярия. А, вы канцелярия? Тогда мне нужно ознакомиться с материалами дела. Я писал за это, уволезь явления еще 5 дней назад. Вы на какой участок писали? На 10-й? На 10-й участок, и звоните. Так, а 10-й какой номер? 10-й номер. Ну, номер тогда скажите. 778 сколько? Так, 77, 83, 38. 338. А я туда звоню, трубку не берут. К вам можно пройти? А, у меня нету дела. Даже если вы ко мне подойдете, то у меня нету дела, я их не смогу. А, ну там, да? 333. Да, бро, туда позвоню. Благодарствую. А что-то Киржанова не видно. Он жив-здоров? Все в порядке у него? Маску носит на рабочем месте? Не, ну пригласите кого-нибудь. Че не трубки себе не берут? Сказали бы, что-то звонят в офисе. А? Звонят в офисе. Да вообще никак не работает. Правосудие РФ опять закрыто. А вот если у вас такая жизненная ситуация возникнет, вы как будете тут? Так же прыгать? Че махаете? Че так трудно пригласить секретаря? Я же не требую там, это, судью из процесса вытащить. Кость позвонит со своему телефона. 778-338. У вас же тоже наверняка бывают какие-то проблемы с системой? Так, ну че, никто трубки не берет. Пригласите кого-нибудь. Что сейчас? Я время теряю. Там заседание сейчас это пройдет? Полчаса уже прошло. Работника суда какого-нибудь пригласите? Так а че ждем-то? Кто выйдет? Сюда вы, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-то выйдет? Сейчас сказал. Кто сказал? Ужал. Мужчина. Здравствуйте. Прапорщик полиции Мегачев. Кто на пусты? Здравствуйте. Один пусты. Здравствуйте. Бытьте любые, представьтесь, пожалуйста. Я к вам не обращался. Я к вам обращаюсь. Ну, так как вы ко мне обращаетесь, в соответствии с частью 5-й ст. 5-й, я вам представляюсь. Прапорщик полиции Мегачев, потом на постовая служба. Судебное отделение. Бытьте добрыми, в достоверении придите, пожалуйста. Достоверение предъявляется при обращении, когда я обращаюсь к гражданину. Номер 002253, а ваш же значок где? Когда сотрудник полиции обращается к гражданину, да? По 3-1-й делу не определяется. 002353. Как ваша рука? По требованию гражданина, правильно? По требованию гражданина, когда я к вам обращаюсь. Нет, если я к вам обращаюсь, вы обязаны. Есть. 3-й закон о мурболиции, там четко это сказали. Андрюха, дай я поговорю. У меня к вам есть обращение учения. Меня не пускают на заседание. Вы туда были, примите меры. А, почему? Ничего не поясняют. Что-то говорят, заседание запыто или... Говорят судебные приставы на столах. Я попросил пригласить либо секретаря, либо меня пустить туда. Плюс я еще 5 дней назад написал заявление, это... Оли-зявление об ознакомлении с материалами дела. Я хочу ознакомиться с материалами дела. Меня не пропускают. Мне говорят звоните. Я звонков 30, наверное, сделал. Никто трубку не берет. А кто и не спусток, не скажет. А? Вот Герасимов не пропустил. Будьте добры. Обеспечьте доступ к правосудитам. Хочешь, чтобы я не пропускаю? Там обратились. Не знаю. Фамилия, имя, имя, ученство, фамилия, персоны. Антон Николаевич Булгат. Антон? Антон Николаевич Булгат. Что, мне тут рождение ваше? А при чём тут я? Что? А при чём тут я? Персон. В рапорте вас нужно отправить? Да не меня, а персону. Вас нужно. Если меня, тогда пишите. Живой мужчина, хозяин меня, Антон. Ага, хорошо. Ага. А вы ко мне, кстати, обратились. Будьте добры, удостоверение покажите. Так вот. Я попробую удостоверить. Так она не видно. Вот. Александр Владимирович, полицейский. До 24-го года. 030-093. А масочку можно приспустить? Я хочу сверить лицо с фотографией удостоверения. У меня впервые полицейский говорит, пойдём выйдем на улицу. Пойдёмте выйдем. А при чём тут улица? Вы же здесь? Ну а чего удостоверение броните? Я хочу слечить. Убедиться, что это вы. Запомнили лицо на фотографии? Вот сейчас. Мне надо увидеть лицо, и ваше лицо, и лицо на фотографии. А на улице не действует. А на улице не действует. Не действует? Не действует? Да. В общем, вы отказываетесь здесь? Вы отказываетесь. Здесь, на месте вы отказываетесь? Всё. А что, куда полицейский делся? Показываю. Как вас зовут? Ярослав. Ярослав. А кто вас вызвал? У вас jumpsuit? Это не вам. Вас кто вызвал? Не надо. Спасибо. А поступило сообщение? Этого? Не пропускают без маски? А кто вызвал? Извините из нас, кто вызвал? Нет. Без понятия. У нас на perole. А кто вызвал? распечатку дали куст? Ярослав, ну что там? Что я вам скажу. Старшей смены судебных приставов пояснили, что у вас назначено ознакомление на 2 часа дня на 15 число. А почему они этого не говорили? В связи с этим они вас пропустить не могут. Либо у вас должна быть повестка, сейчас вот если вам сейчас нужно пройти, у вас должна быть повестка, чтобы пройти. Либо у вас должно быть назначенное время на определенное, так что все. Я думаю, конфликт исчерпан. Нет, на сайте суда есть официальная информация. В 9 часов утра сегодня заседание. Повестку мне не присылали. Посмотрите, старшей смены мне пояснил данную информацию. Почему он мне это не пояснил? Вы меня слушаете? Я слышу. У меня нет оснований ему не доверять. Он должен слое лицо. Рапортом по данному факту я доложу дежурной части УВД о том, что я приехал, что вас не пускали. Я объясню, почему не пускали. Я вас прошу задержаться. Мы сейчас составим сообщение о совершенном преступлении. У меня отказываются пускать на заседание. Я считаю, что мои права и свободные нарушены в том, что ограничили мой доступ к правилосудию и право на защиту. А какое преступление-то совершено? Преступление-то какое совершено? Нет, ну я напишу, а вы разбирайтесь. Есть состав, нету. Нет, подождите. Нарушение преступления и нарушение правы – немножко разные вещи. Преступление – это жесткая вещь. Я считаю, что вы ограничили мою свободу передвижения. Есть такая статья в голову? Есть. Есть похищение людей? Ваше удержание. Удержание есть. Я хочу пройти в канцелярию. Вас не пускают в помещение. Это и есть удержание. Свобода передвижения. Когда человека ограничивают вообще передвижение. Меня ограничили передвижение. Согласно Конституции имею право передвигаться, где я хочу и как. Давайте напишите заявление. Вот про это и вопрос. Ну что? Напишите. Давайте. Где у вас протокол приема мусственного обращения? С собой? У вас нет протоколов мусственного. А почему? У вас что не соображает? Вы пишите заявление в свободной форме. И мы его регистрируем в дежурной части отдела полиции. Я хочу, чтобы вы написали. А? Я хочу, чтобы вы написали. Заявление? Да. С моих слов. Примите мусственное обращение. Согласно закону 59 ФСС статье 4. Не, 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 не. Я пока буду лежать. Параблю. Параблю. А? Давай, подобрись. Кто их вызвал-то? Мы-то их не вызывали, да? Ну что его. В следующий раз что, ОМОН вызовут что ли или что? Или спецназ? Десант? С Афганой или что? Хорошо, без собак. Или белый халат и будете вызывать еще раз? Ну, с собаками. И зачинем эти ладо все по совести, по зову сердец, во светлой радости. Молодцы, молодцы, молодцы. Алло. Алло. Заседание-то было, нет? Заседание сегодня в 9 утра. Заседание сегодня не будет. Почему? Дело назначено и рассматривается в упрощенном порядке, без вызова сторон. Так у меня же было это, волеизъявление, я возражаю. Почему не перевели вы в общий режим? Ну, это уже вопросы не ко мне, поэтому судебного заседания сегодня не будет. Дело рассматривается в упрощенном порядке, без вызова сторон. Так. 15 февраля в 14.00 ждем вас в 105 кабинете. А я сейчас хочу ознакомиться. А я сейчас хочу ознакомиться. Я только сказала, до свидания. Вы отказываетесь? Ну вот, отказывается ознакомиться с материалами дела. Ну что, мы пишем заявление? Конечно. А что это у вас? Чистый бланк что ли? Чистый лист, свободная форма. А где протокол приема устного обращения? Не знаете такой протокол? Нет, у нас таких какие не присутствуют. Да, не совместим. Ну, это, ты еще раз это… Мы принимаем обращение и заявление в свободную форму. В устной форме? Есть такой протокол приема… Я понимаю, вы сказали, в устной форме примите мне заявление. Да. Я принимаю заявление. Вот. Говорите в устной форме. Нет, так у вас бланк не соответствует. Что не соответствует? Законодательство. Нет у нас таких бланк. Ну хорошо, пишите такое. Вы сказали в устной форме? Да. Говорите. Я говорю. Вы меня перебили? Я все молчу. Добро. Сообщение о совершенном преступлении. В порядке статьи 141 УПК РФ. Ну а дальше можно вот отсюда переписать. Я пришел в 9.00.12.02.2021 по адресу. Продолжение следует. Здравствуйте. 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 Подожди, подожди. Подожди. О, Виктор же, да? Да. Вот сейчас Виктор. Вот Виктор возил меня в стекушку. Пытался сдать. Виктор. Подожди. Знакомьтесь. Виктор Владимирович. За что вы сказали? За что? Здравствуйте. 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 А что, не пишем? Сейчас участковый у вас примет заявление. Так вы же принимаете? Участковый приехал. Какое участвую? Вот. А при чем тут участвую? Вы меня принимаете, вы пишите. Я ему не доверяю, вы что? Вы слышали, что он сделал? Что он сделал? Он психушку хотел меня сдать. Психушку? Конечно, смотрите видео. Я ему отвод заявляю. Знаете, такой понятие? Вот вы меня и принимаете сообщение в совершенном преступлении. Что там по адресу Бородского службы? Вот, ты что здесь? Телефон? Дежурная часть, смотрите. Он не доверяет ему. Не доверяет? Нет. Сейчас я... А, ну, ты вообще тогда ему его передашь, он запринял, он зарегистрирует его. Дело чисто для вас покажу, если вы не в курсе. Я знаю, вы БПСники, вы постоянно заняты. Наша самая главная задача – защита жизни, здоровья. Вот. Я и прошу. Вот, смотрите, есть такой канал, Сургутный отзор 2. Видео последнее называется «УПГ в погонах и без». Или в ПНД в четвертый раз. Вот там как раз про Виктора. Как меня 6 дней назад пытались сдать пищевушку. Ну, не просто сдать, а еще прокатить по статье 6.9. Это употребление наркоты. Я не могу ничего сказать. Вот послушайте. Послушайте. Хочешь разборчивый? На требование пригласить. На требование пригласить ответственное лицо. Ага, что там. Запятая администратора суда. Так, а мы к сарокопиям можем как-то сделать акт и приложить сообщение? Может, вот так же, как я. Видишь, вот это, что-то я делаю. Ну, вот, двойточа Антон, двойточа Николаевич, двойточа Булгак. Ну-ка, с маленькой губой. Хорошо. Я с ним общаться не хочу. Нет доверия. Как можно общаться с тем, кто тебя психушку издает? И при этом говори, что он тебя не психушку издает. Не, хорошо. Я сам хотел вызов. Они нам на руку сыграли. Да, был вызов. Все. Зафиксировано. Грася, надо поблагодарить за это. Так, вам нужно писать вот до этой скобки. А, все, да? Все. А дальше, с моих слов. В действиях Сергачева и Герасимова присутствуют признаки преступлений, совершенных преступлений, предусмотренных статьями. 140, запятая. Удержание не помните статью УК РФ? 127. И другие. Я хочу, чтобы в отношении данных лиц была проведена уголовная персональная проверка в порядке статей 144-145 УК РФ. В восстановленные законом сроки уведомления я и результат решения предоставить. Что у нас, все нормально? Да, что там посадили. Амон не ожидается, где выкалапить там. Понятно? Ну, мало ли. Глаза знакомые. Мы с вами раньше не видели? Мы с вами. Налоговая, наверное, да? А, вот я не смотрю. Глаза знакомые. Как ваши дела? Отлично. Работаем потихонечку, работаем. А мы бродимся. Аля. Это вообще благо. Разуме смотрят. Видео вы смотрите? Я вам скажу, что мне, в принципе, хоть вообще не люблю. Видео смотрят. Алло. Так, и в письменном виде на адрес. Есть данные человека, кто вызывает 5 заявлений? Обращение запишем. Булгаков Антон Николаевич. Булгаков Антон Николаевич. С вами с годом рождения он говорит. Что вместе вытожнение скажет? Да не знаю. Булгаков Антон Николаевич. Нам бы просто, чтобы это ответственность записал для себя данные. Скажите додорождение, пожалуйста. Додорождение персоны? Выходи, чтобы я вообще с нами вместе при всех сказал. Персональные данные разгласил. Они знают, что это. Сусть не видит. Ну, это персональные данные. Они в курсе. Все достаточно, да? У меня имеется. Так, что? По адресу. Вот адрес. 628-405. Ну, дальше по тексту. Наше первое видео налоговое. Там еще Гусев был, да? Кто еще? Бабушкин. Помните Бабушкин приезжал? Видео не смотрели, как мы их, этот, клан Бабушкина разоблачили? Четверо родственников работало. Полиция. Я говорю, даже просто на Ютубе шамбалку видели. А отец, смотрите, Бабушкин, его жена и двое его родных детей. То есть, его жена и двое родных детей подчинялись напрямую. Это разве не коррупция? Не знаю. Я знаю, что у нас был заместитель Бабушкина, начальник и все. А другие бабушки, я работаю с вами подразделением. Ну, вот под эту волну я Ирохов ушел. На улице. Так, записали, да, адрес? Так, восстановленные законом сроки. Опять? Ну, это мы про ответ же пишем. Там проверка, а это ответ принесло. Да. Гулили с органом. Говорят, что он якобы на повышение пошел. Я туда звонил, мне сказали, там, он это, зам начальника по общественной связи. Общественной связи. И мне, если Кириташа, поведал, что у меня ни стола, ни стула, ни чужой проникса. Компьютер и телефон не дошли. Законам подфраги. Да? Все? Да? Дальше пишу. Предупрежден по 306 УК. А дача заведома ложен. Сам пиши. А? Нет, ты пиши, предупрежден по 306 УК. Все. Роспись, подпись, как нравится. Со шифровкой все. Больше ничего вам требуется. Подождите, а давайте это, сейчас копию приобщим. Постараемся. Ну, Стас, а можно копию снять? Александр, выпьет даже. Ну, выпьет только. Дави, я ей кушу. Дави, я ей кушу. А? 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 О! Там все сообщено. Я в курсе, то, что сообщено, но мне нужно... Я вам пояснил, у меня нет к вам доверия. Вызывайте ответственного, другое лицо. Я вам еще раз повторяю. Я вам сейчас письменный отвод напишу, и вот вы приобщите. Мы сейчас вас доставим в отдел политики. С чего? Я что-то нарушил? На вас поступило также заявление. Какое? От кого? О чем? Подождите, дай мы закончим. Пожалуйста. Этот акт вы прикладываете к заявлению, правильно? Да, да, приложение. Все? Ну, и так, подожди. Дайте я там допишу, что акт вот такого-то числа. Роспись стоит? Вот она. А, ну что? Так, вот она 12.02.2021. Все, пожалуйста. Николай Николаевич. Сейчас подождите, Розаня. Подождите. Нет, 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 нет. Контанин Николаевич. Все? Я сейчас так. Все, мы еще чем-то можем? Сотрудники ППС вам помочь? Ну, вы же мне не обеспечили доступ к правосудиму. Ну, нам пояснили, у них пропускной режим. Мы здесь не бессильны. Они своя структура, которая находится на охране этого помещения, здания. Это судебные пристава. Они относятся к судебной власти. А кто вас вызвал? А кто вас вызвал? У нас судебный пристав вызвал. А кто именно? Сергачев? Мы то, что нужно, все выяснили. Сергачев вызвал? Ну, я не знаю. У нас был вызов определенный. То, что нужно, мы сделали. Заявление восприлили. Все. Всего доброго. Благодарствую. Заслуживаю. До свидания. До свидания. Ну, кто не понял. Слушаю. До свидания. Это не я. Я же вымышленный хозяин, меня, Антон. Ну, допустим так. Смотрите, поступило сообщение о том, что вы находитесь в здании мирового суда. То есть без маски. А также... На мне сейчас надета маска? Да, сейчас никаких вопросов нет. Ни каких нарушений нет со стороны вас. То есть мне нужно вас опросить по данному факту, то, что вы с какой цели сюда пришли. И все, в принципе, на этом у меня к вам никаких вопросов нет. В принципе, с вашей стороны никаких нарушений нет. Пожалуйста. Так. Почитайте. Смотрите. Ну, в принципе. А у вас где повестка? А мне не выдали повестку? Мне ничего не прислали. А откуда вы узнали? С сайта суда. У нас так суды работают. У вас что, на обранной почте? Нет, на сайте суда. Хотите, покажу на телефоне. Так, я сейчас что-то открою в объяснении. У нас так работают суды, в тихорях. Видео-то смотрели три дня назад? Нет. Не смотрели? Нет, времени нет. Да ладно. А что за видео? Смотрите. А что за объяснение? По поводу чего? По поводу того, что вы с какой целью сюда приснете. Я же вам дал объяснение. Вот. Ну, это вы, собственно, наручные написали. В качестве акта приложите и все. Ну, то есть вы отказываетесь, да, мне давать объяснение? Да, если я откажусь, что будет. Ну, это ваше право. Я не отказываюсь. Я вот говорю. Вот мои объяснения. Хотите, роспись поставлю живой. Так, сейчас, секунду. Ручку. А вас кто прислал? Так, секунду. Вас продадите. Не хочу. Для чего? Мне данные дополнительные. Объяснений-то нет. Вот же. Вы отказываетесь, а не отказать, нет. Скажите. Что вы здесь и откажете? Я вам еще раз повторяю. Вы отказываетесь, давайте объяснение. Я не считаю нужным. Вот, акт есть. Уже все расписано. Прилечите вы и все. Я с этого акта отражу все сюда, и это так перевожу материалов. Угу. Хорошо? Это вот просто... Вы мне сначала разъясните, от кого поступило сообщение. От кого-то я не могу, то есть, от Арсенала Минанна... Как ты не можешь? Фамилию назовите. Фамилию. Я вам этого не буду говорить. Как почему-нибудь. Не нарушайте мои права. Я не нарушаю ваши права. Я имею право знать. Смотрите. Кто заявил-то? Вы отказываетесь? Кто заявил-то? Я вам еще раз повторяю. Вы отказываетесь? Я вам еще раз повторяю. Вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. Замечательно. А почему я должен какие-то объяснения давать, если я не знаю, кто на меня заявил и по поводу чего? Какая разница? Как это какая разница? Кто звонит? А звонит он Минанин. Да. Вы отказываетесь, нет? Я не стараюсь. От чего отказываюсь? Я не стараюсь здесь с вами устраивать полемику. Вы устраиваете полемику? Я не устраиваю. Устраивайте. Я приехал, чтобы вас опросить. Кто заявил-то? Я имею право знать. Сообщите. Фамилия? Вы с какой цели сюда прибыли? А может, я хочу заложенный донос на него, сообщение написать. Вы с какой цели прибыли? Вот так, я вам поясняю. Тут все написано. Пришел на судебное заседание, якобы судебное. Дальше по тексту. Но у вас нигде никто не уведомлял о том, что вам нужно. Как они всегда так делают? Ни повестку ничего не присылают, ни звонков, ни письма. Ознакомление будет 15-го числа. А ты кто вам сказал? Я вам говорю, мировой судья сказал. Вам сказал? Да. А вы с ним созванивались? Я вам говорю, что мировой судья сказал, что у вас ознакомление по материалу будет 15-го числа. Так пускай бумагу выдадут. Вас уведомят, скорее всего. В смысле ВНК уведомить? Так же через сайт? Либо по почте придется уведомление. Так пускай письменно выдадут. По какому делу 15-го? И по какому делу? Что там вообще? Что за дело-то? Номер дела. Пускай повестку официально выпишут. Ну хорошо, я тогда приложу, если вы отказываетесь от дачи объяснений, я приложу это... Прикладывайте. Материал, в принципе все, у меня вопросов нет. Так вот, акт, акт, зафиксированный и полиция приезжала. Киржанов даже приезжал. Киржанов вышел? А он заходил? Да, да. А почему он приходил? Они привозили кого-то. А-а-а. На патруле, значит, работает? Ну да. Ну да. А-а-а. Кому интересно, смотрите. Вот надзор канал. Жму вам руку за человеческое отношение. Благодарствую. А вот тем, кто вызвал полицию, им воздастся от творца. Я в это верю. Искренне благодарствую. До свидания. Так надо, чтобы сразу видно было. Он, видишь, они прибежали, они думали, я один. А когда увидели, что у нас четверо, пятеро. Так, ну что, на заседание не пустили, сказали в закрытом режиме, упрощенка, ну типа заседания сегодня не будет. Вызвали наряд полиции, якобы мы там без маски ходим. Наряд полиции приехал, старый знакомый с налоговой. И это сказал, что типа тут все нормально. Вот. Приехал тот же Виктор Владимирович Тетюк, который меня в стихушку возил. И при этом говорил, что мы не в стихушку едем и так далее. В общем, я ему сразу отвод заявил. И это составили акт, что нарушили право, доступ к правосудию, право на защиту. И написали сообщение о совершенном преступлении в отношении приставов, что они не пускали на здание. Отказали в доступе к информации. Это 140-ковая статья ОК РФ. Так, что еще? Ну и все, в принципе, на этом все закончилось. Виктор Стретюк уехал. Я ему вот этот акт, копию акта вручил. Все, всем благодарствую. Следите за новостями. Скоро будет видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...